Это какой-то манекен. В его руке жетон. Жетон на линию Линч-Стрит. Проездной жетон на линию метро Линч-Стрит. Может использоваться сколько угодно раз. Это какой-то манекен. Жуть, он напоминает мне Синтию. Как будто бы этот манекен перерезал себе вены. Да, как вы уже могли заметить, у главного героя на самом деле очень странная походка. Попробуем зажать собаку в углу. Это самая лучшая тактика. Дело в том, что у всех противников, помимо жизни, есть еще так называемая стамина. И чем больше вы ударов наносите за определенное время, тем быстрее противник падает. И потом можно нанести смертельный удар. Это телефон-автомат, но он сломан. Что-то вроде путеводителя по станции, но текст весь размыт. Он совершенно бесполезен. Да, здесь размыт не только текст телефонного справочника, но также и всех рекламных плакатов. И если вы посмотрели прохождение третьей части Саундхилла, то там именно такие же плакаты рекламные были в метро. Что говорит о том, что, скорее всего, в третьей части Саундхилла была подземка именно Эшфилда. То есть, Хизер вместе с Гарри Мэйсоном жили в Эшфилде. Черт, еще две собаки. Давайте попробуем наш пистолет. Да, на Харде дают всего лишь 8 пуль. Если бы мы играли на Нормале, то было бы 10 пуль. Вместимость пистолета. А если на Изи, то все 12. Строг пуль собака упала отлично. В принципе, можно было четвертого вообще не тратить. Пистолет стреляет как-то странно, как будто бы с глушителем. Главное, не давать собаке передохнуть. Здесь еще есть такой прикол, что если противника долго не бить, у него будет постепенно восстанавливаться жизнь. Что это такое? Похоже на какую-то прямую кишку. Есть никакое дерьмо из меня, не брызнет на меня. Этот монстр не убиваем. Здесь должен быть выход на улицу, но это тупик. Здесь у нас патроны для пистолета. Занимают они отдельную ячейку, но что самое западло, что каждый 8 пуль будет занимать еще одну ячейку. Здесь также выход, но он загорожен. Вообще очень странно, почему разработчики сделали такую странную анимацию для нашего главного героя. Похоже, он прогрыз дыру в стене. Ведь в третьей и четвертой части с анимацией бега было, в принципе, все в порядке. Почему именно в четвертой части они сделали такую немного неказистую анимацию бега и походки для меня до конца непонятно. Но ярые фанаты Саунхилла смогли оправдать и это. Я не буду говорить, как они это сделали. Это будет некий спойлер. Но я это не одобряю на самом деле. Это автомат по выдаче жетонов на линию Кинг Стрит. Но он сломан, и я не могу им воспользоваться. Ну, у меня уже есть жетончик, поэтому мы можем попасть туда, куда нам нужно. Чтобы пройти через туникет, мне нужен жетон. Дверь плотно закрыта. Что у нас на карте? Ничего интересного. И тут нам встречаются первые духи. Это бессмертные твари, которые будут портить мне жизнь практически всю игру. Он полон каких-то странных вещей. Путь завален мусором, я не могу пройти. Пытается меня схватить. На высокой сложности эти духи наиболее опасны, так как они более сильные и более быстрые. О, Синтия. Окей. Надо найти способ ее вытащить. Здесь кнопка. Похоже, двери вагона открылись. Так, другие двери не открываются. Синтия. Так, насколько я помню, нам нужно следующий вагон. И, кстати, из-за этих духов многие и не злюбили четвертый Сайлент-Хилл. Странный торговый автомат, на нем написано один доллар. Причем эти духи умудряются отнимать мне жизнь, даже просто находясь рядом со мной. У Генри очень сильно начинает болеть голова и постепенно начинает отниматься жизнь. Здесь игрушечная коробка, на ней написано тысяча. Заперто, я не могу открыть ее. Синтия-то здесь. Опять решетки. Полка будто сделан из плоти и натянут крюками. Эти чертовы призраки не дадут мне покоя. Что за черт? Похоже на куски манекена. Манекена. Какой-то склизкий пол. Где-то рядом. Лучше не останавливаться. Хотя с Синтипом вообще пофигу. Она ничего не боится. Чёртов лабиринт из вагонов. Синтия. Не отставай. А вот похоже и выход. Так, таким образом мы пробрались на другую сторону платформы. Линия Линч-Стрит. Дверь плотно закрыта, она не откроется. Так, тут у нас еще патроны. Генри. Твари. Ни в какую не отстают. Взлупить ему что ли? Ах ты, ё-моё. Он что, пытается выгрызть мне сердце? Или подмышку? Да. Чёрт. Кажется, мы потеряли Синтию. Генри, учись у Джеймса Сандерленда. Он всегда пропускал Марию вперед, когда заходил в двери. Но похоже, что Синтия реально пропала. Здесь у нас очередная дыра. Если вы посмотрите, то... Вокруг этой дыры нарисован Ним Солнце. Точнее, его внешние два круга. Так, немножко подлечимся. Вентилятор. На самом деле, вентилятор – это символ реинкарнации в серии Silent Hill, так же, как и вентили. И не мудрено, что он находится над кроватью, и это как бы восполняет наше здоровье. Так, давайте посмотрим. Может быть, что-то новое произошло в нашей квартире. В коридоре никого. А чем занимается наша соседка? Соседки, похоже, нет дома. Один одинокий кролик. По радио тоже ничего. Окей, ладно. Подлечились. Можно бежать дальше. Кстати, давайте-ка выложим ненужное барахло в наш ящик. Под ненужным барахлом я подразумеваю жетоны, которые мне, в принципе, больше не пригодятся. И я думаю, что патронов мне будет 12 достаточно. Кстати, и еще можно взять ради прикола бутылку вина и попробовать кому-нибудь надрать ею задницу. Так, где наша бутылочка? Дело в том, что пока бутылка не разбита, она носит слабый урон. Меньше даже, чем труба. Но когда бутылка разобьется, урон у нее увеличится. Так, вот еще патроны. И мы открываем дверь, тем самым мы открываем шорткат. Здесь мы уже были. Это та самая дверь, где мы спасли Синтию из вагона. Кругом эти духи. Вот и первый клиент. На получение бутылки по голове. Да, конечно, смешно он бьет. Давай, бейся уже. Подстральник. Бутылка-то, наверное, почти как нож. О, разбилась. Теперь Гарри будет... Да, ну все, тоже поменялся. Единственный минус бутылки... Это то, что ей нельзя накапливать удар. То есть удар всегда один и тот же. И опять этот черт в червь. Что ты там делаешь? Так, тут у нас все закрыто. Так, здесь надо быть осторожным, потому что здесь еще куча собак. Мне повезло, что она застряла. Нужно быстро ее затыкать розочкой. Круто, Slavio. Христ. Христ здесь, собака. Бimmer, собака. Ставь Paper. Б nacь. ну давай складывается где 5 ударов ладно хватит уже угорать давайте поставим 100 лет и опять у нас здесь трупы в решетках проколотые пиками похоже что синтия нашла все-таки выход правда мне не очень понравились последние слова и такой звук ладно последок поставим трубу последняя чай прям в харю блин камера еще до собаки здесь не такие умные как в третьей части и этим можно пользоваться да вот сильно таки они хоть и сильные учитывая что их нам наношу очень редко я не могу собаку сбить с ног остается просто тупо и задолбить пока совсем не сдохнет это торговый автомат вообще мне интересно чем он торговал и здесь как раз вот собаки охраняли вот этот клюшку для гольфа это клюшка для гольфа похоже это iron 9 на самом деле клюшка наверное в раза в два мощнее чем труба но есть один минус она ломается здесь на панели отсутствует ручка она должна действовать как ключ через окно на стороне машиниста я вижу свет идущий из тоннеля ладно нам сюда пока рано дверь не открывается и здесь у нас старый добрый питательный напиток излечивает тело путем дополнительной подпитки пули для пистолета не очень мощные здесь у нас еще тело с пиками вообще жертвоприношением через протыкание пиками специализировалась красная секта итак в квартире на данный момент ничего не поменялось в эту дуру я залез чисто для того чтобы восстановить свою энергию мистер который вылазит из цели убивать их нет ни пол смысла проще пробежать да это очень непросто сделать снимает они не так много можно попробовать побежать на пролом не всегда это правда получается можно конечно попытаться проследить их тайминг но это невозможно потому что они абсолютно рандомно есть линч стрит если нас еще одна пачка патронов неплохо нас снабжают ух ты вот взялся стены опять влез на полу разбросана женская косметика наверное это синтии вполне вероятно и кстати если вы можете заметить мы вышли с другой стороны турникета то есть зашли мы с той стороны вышли с другой стороны здесь на двери карточка карточка искушения карточка из мира метро на ней изображение женщины и надпись искушения карточка из мира а как а к а что и многие и и и а и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Кстати, в прошлой серии я сказал, что это Балканская церковь Скорее всего, я ошибался И, возможно, это не Балканская церковь, а церковь культа Которая была рядом с парком развлечений Ну вот, как всегда, на самом интересном месте ни черта я не слышно Отлично Что мы можем видеть в окно? О, маленький ребенок и вроде как женщина напротив окне Внизу слева тоже какая-то женщина сидит Какой-то мужик в синей рубахе и галстуке Внизу справа кто-то валяется на койке Скорая и полиция все еще на месте Так, радио, все Чем занимается наша соседка? Похоже, она также решила подойти, как мы И посмотреть, что там творится на улице Новая записка Здесь под дверью застрял клочок красной бумаги Хотя сам культ исчез, я уверен, что его дух еще жив В этом городе происходит слишком много странных вещей Я веду расследование о двух людях Или, возможно, мне стоит сказать об одном Я уже почти разгадал, что происходит Восьмое апреля Красный дневник И, как вы можете заметить, стало на одну ладошку больше Причем эта ладошка явно как будто бы отпечатана свежей кровью Так, давайте выложим ненужное барахло Так, нам пока не нужна карточка искушения Healthdrink тоже мы сохраним Так, патроны Я думаю, столько будет достаточно Бутылку пока тоже выложим Оставим клюшку Пистолет и трубу И, пожалуй, давайте сохраним Дыра расширяется Дыра расширяется Дыра расширяется Солнце Продолжение следует...